Что ж, к чему же отсылают, говоря о третьем глазе? Мы всегда говорим, что Бог Шива открыл третий глаз, и Он смог сжечь всё живое, если пожелал бы того. Вы должны понимать то, что это диалектическая культура мышления. Вы не воспринимаете такие вещи буквально или логически. Вы должны всегда читать между строк. К сожалению, люди начали осмысливать это как вполне логическую вещь, и поэтому всё пошло не так с самого начала. Измерение — это то, что не подлежит логическому объяснению. Оно всегда спрятано в таких вот историях и остаётся в них без какого-либо искажения. Итак, Бог Шива открыл свой третий глаз, и это значит, что всё либо сгорело дотла, либо суть всех вещей прояснилась. Что ж, третий глаз не касается нашего физического бытия. Это когда энергии в вашем организме достигают определённой точки. Вы открываете для себя новую ясность восприятия жизни. Вы видите вещи совершенно с другой стороны. Итак, вы начинаете видеть разные вещи. Это внутреннее восприятие, и вы можете повернуть его как вовнутрь, так и вовне. Как бы вы его ни поворачивали, ваши глаза направлены всегда вовне. Вы не можете закатить ваши глаза вовнутрь и посмотреть, что же там внутри у вас. Не так ли? Так что третий глаз работает в обоих направлениях. Вы можете повернуть его вовнутрь или наружу по своему желанию. Вы видите жизнь вне ограничений вашего восприятия. Ваше восприятие перешло границы физической сути. Это и есть третий глаз. Почему он привязан к определённой точке в вашем теле? Среди семи чакр шестое измерение называется Аджна. Аджна находится примерно немного выше переносицы, и с ней связано ещё три измерения. Эти три измерения традиционно были названы в честь бога Шивы. Три разных подобия бога Шивы. Однако эти три измерения фактически являются тремя эмпирическими точками в организме. И когда ваша энергия направляется к такой точке, ваше восприятие жизни меняется само по себе. Какой бы духовной практикой вы ни занимались, осознанно или нет, на базовом уровне переносит вас на более высокий уровень восприятия. Вы зовёте это Богом, йогой, неважно. Однако в основе лежит развитие вашего восприятия от ограниченного физического до более высоких его возможностей. Видите ли, если ваша энергия сосредоточена в нижней чакре, которая зовётся Муладхара, тогда еда и сон будут наиболее важными факторами в вашей жизни. Только еда и сон. Вы не будете хотеть ничего другого. Если энергии перейдут в зону чакры Сфадистана, тогда вы будете искать удовольствие, вы будете наслаждаться физическим миром разными способами. Если энергии перейдут в зону чакры Манипура, тогда вы захотите сделать что-то в этом мире, вы — деятель. Если энергия перейдёт в зону чакры Анахата, тогда вы творческий человек. Возможно, вы — артист или художник. Или вы воспринимаете жизнь более творчески. Если ваши энергии перейдут в зону чакры Вишудха, тогда вы словно источник силы. Сила не значит только физическую силу. Ведь люди могут быть сильными разными способами. Что ж, здесь находится центр силы. И когда энергии перейдут в зону чакры Аджна, это значит, что у вас будет чёткое восприятие жизни. Вы понимаете всё своим умом, а не практикой. Воспринимать мир умом значит, что вы достигли точки, в которой жизнь вас больше не беспокоит. Жизнь не может давить на вас, потому что вы мысленно осознаёте, что вы не святой в любом случае. Вы не находитесь в экстазе от жизни, однако вы наслаждаетесь её стабильностью. Вы дошли до точки, где ничто вас не касается и не тревожит. Существует много способов достижения пути от низшей чакры Младхара Даджаны. Очень много путей, как добраться к шестой чакре. Однако не существует способа перехода от Аджаны к Сахацари. Это невозможно. Это и есть причина, почему многие говорят о мире, потому что они достигли только шестой чакры, и они не знают, что находится за ней. В таком случае они приходят к выводу, что это и есть конец, потому что не существует пути или способа перейти дальше. Для перехода дальше либо не существует определённого способа, или же методов вообще нет. Тогда отбрасываются все возможные способы. Только тогда можно перейти к Младхара Даджаны к Сахацари, когда энергии в вашем теле достигают седьмой чакры. Тогда вы будете находиться в восторге без каких-либо на то причин. Вы будете видеть тех, кто пришёл к чакре силы. Вы будете просто в восторге, и ничего не будет происходить. Никто не рассказывает вам о красивых вещах, ничего. Вы просто радуетесь, просто взрываетесь. Так вот, потому что ваша энергия достигла Сахацари. Итак, нет пути от Аджаны к Сахацари. Когда вы достигли Аджаны, вы направляете третий глаз вовнутрь. И только тогда вы видите, что больше нет никакого пути, и что единственный путь — это прыгать. Прыгать в пустоту, даже если вы будете казаться сумасшедшим. Или вы должны иметь абсолютную веру в мир. Верить так, как никто другой. Это единственные два пути, с помощью которых вы можете прыгнуть в неизвестность. Вы можете быть сумасшедшим, но вам уже всё равно, что случится с вами. Или же вы настолько доверяете миру, что если он говорит «прыгай», и вы прыгнете. Существует только два этих пути. Третий глаз — это то, что позволяет нам видеть, как устроены вещи, как протекают жизненные процессы. Когда я говорю «жизнь», не думайте о той жизни, когда мы просыпаемся по утрам, едим, посещаем вечеринки. Это не та жизнь. Жизнь как таковая. Жизнь как вы. Жизнь как бытие. Жизнь как основа существования. Как только вы ясно осознаёте это, тогда то, как вы действуете, и то, как вы живёте, будет абсолютно другим. Как только у вас откроется третий глаз, это не значит, что он появится у вас на лбу. Ваше восприятие будет вне пределов физического существования. Вы начнете видеть то, что выходит за эти пределы. Слышали ли вы о так называемых школах для слепых, где закрывают глаза учащимся, и у них развиваются способности дистанционного исцеления? Нет, такие школы в основном пытаются развивать интуитивность природы разума. Однако, когда я говорю о понятии третий глаз, я не имею в виду разум. Видите ли, разум сам по себе способен на удивительные вещи. Ещё не исследован даже малый процент того, на что способен разум. Люди ещё не исследовали даже только способности разума. Чего они способны достичь, закрывая глаза учащимся, так это развить интуитивное мышление. Например, у человека с проблемами зрения, чувствительность, остальных четырёх чувств очень высокая. Вы же замечали это? Их способности поразительны в плане того, как слушать, как замечать направление только по звуку. Итак, это касается усиления определённых аспектов разума, настолько, чтобы они были интуитивно развиты. Это уже совершенно другое измерение. Даже в Индии люди, которые хотят заниматься астрологией, предсказаниями, они закрывают свои глаза на достаточно длительное время и таким образом используют способности разума в определённом русле. Когда я говорю о третьем глазе, мы вообще не говорим о разуме как таковом. Он не включает в себя нормальные процессы работы разума. Это уже само по себе другое измерение. Продолжение следует...